Здравствуйте, уважаемые друзья! Рад приветствовать вас на канале. Ребят, сегодняшнее видео появилось по причине того, что в комментариях очень часто задают вопросы ВКонтакте и в комментариях под видео про рингтоны в телефонах Xiaomi. Как установить рингтон на первую сим-карту и на вторую различные? Как поставить отдельный рингтон на уведомления? Как поставить рингтон на будильник и прочее-прочее? Как свой рингтон сделать? Ну, очень много вопросов. И сегодня я разберу полностью эту тему, и у вас больше никогда не возникнет никаких проблем. Погнали! Итак, ребят, во-первых, это все очень просто. Но MIUI в ней очень много всего хорошего, но некоторые моменты далеко запрятаны и можно не всегда найти. Чтобы поставить различные рингтоны на разные сим-карты, на уведомления и на будильник, надо сделать следующее. Дальше разберем про сообщения. Открываем стандартное приложение темы. Это Poco F3, если что умеет. Переходим на звонилочку. Вот такой колокольчик. И все. Дальше все вот эти мелодии, которые здесь есть. Их здесь огромное количество, этих мелодий. С ума можно пойти, сколько их тут есть. Также предустановлены вот здесь вот маленькие, которые тут природа. Саванна, Австралия, т-та-та-та-та. Прослушивайте мелодию. Давайте первую прям сразу. То есть, чтобы прослушать, достаточно раз нажать. Затем выбираете колокольчик. И куда хотите устанавливать. Сим-карта. Первая сим-карта. Вторая уведомление будильник. Элементарно. Осталось только еще сообщения сюда добавили. Они были бы вообще хорошо, но почему-то это сообщение не хотят добавлять. Но я сейчас покажу, как это сделать. Также выбор мелодий на устройстве. Тырк. Выбираете, где хранятся ваши мелодии. Ну, пусть это будет проводник у меня. К сожалению, мелодий нет. То есть вот книга Дюна. Да, пускай будет глава из книги. Это же все-таки музыкальный фрагмент. Выбираем. Нажимаем ОК. Появляется, где все-таки мои мелодии. Нажимаем Применить. И вас опять же спрашивают, куда вы хотите применить. Вот таким простым образом, ребят, можно поставить как предустановленные мелодии, так и любые свои мелодии на телефон. Причем куда хотите. Хотите в SIM1, SIM2, уведомления. Все это будет работать. Итак, прежде чем перейдем к сообщениям, ребят, небольшой бонус для тех, кто хочет сам делать мелодии и сам их устанавливать. Открываем родное приложение музыка. MIUI. Выбираете любую музыку, которую вы хотите выбрать, из которой хотите что-то сделать. Запускаем мелодию. Друзья, у меня версия MIUI музыки новая. Прямо вот только что я получил. Поэтому у вас может быть белый такой фон, немножко другой. Но это не меняет смысла. В любом случае у вас будет вот такой инструментик. Видите, ножницы. Нажимаем на него. Выбираем кусок, который хотите поставить себе на телефон. Например, вот этот. И нажимаете установить на звонок. Тык-тык-тык, я не буду это делать. Но после этого выбранный фрагмент мелодии, то есть вы можете прослушать, будет работать именно вот этот фрагментик, и вы ставите его себе на звоночек. Это так бонус. И третья тема, друзья. Как же поставить отдельное уведомление, когда вы получаете смс-сообщение. Для этого надо просто зажать иконку с сообщениями, выбрать информацию, дальше перейти в пункт уведомления, спускаем чуть-чуть ниже входящие сообщения, и вот здесь вот звук. Выбираем. Нас перекидывает опять же стандартное приложение темы MIUI. И вот уже отсюда вы можете выбрать любой звук, который здесь есть, предустановленные или мелодии, или это какие-то мелодии вот из этого, любые. Давайте выберем предустановленные. Ну, например, я не знаю, что у нас такое 5 секунд. Гитара. Ну, пускай будет она. Применить. Окей. Как видите, теперь звук у нас стоит на гитару входящих сообщений. Давайте я сам себе отправлю, ну и заодно мы проверим, что это смс-ка работает. Вот я набрал какое-то сообщение там непонятное. Ну, вот видите, гитара пошла у нас с вами. Так что, друзья, все, кто задает комментарии относительно рингтонов, поставить на разные смс, теперь поймут, что сделать это очень просто. И основное это приложение темы и раздел от созвонилки. Через него делается все, кроме нарезки своего собственного рингтона, но это делается через родное приложение MI музыка. Спасибо, что смотрели, друзья. Надеюсь, видео было полезным. От вас лайкос. Всех благ. Пока-пока.